иван добрый день присматриваюсь к двухкомнатной квартире в жк квартал федерация мы это я жена и один ребенок просьба разобрать планировку . скрин прикрепляю . интересно в целом про этот объект может сделаете обзор никита вы дождались разбора но планировки наконец-то дождались до жилого комплекса пока не добрался но я думаю что и планировки будет вполне достаточно надеюсь что я ничего не перепутал и это именно та планировка всем привет меня зовут иван безруков и сейчас я буду разбирать двухкомнатную квартиру в жк квартал федерация разбирать я буду планировку и разбирать ее я буду по таблице которую составил лично для вас по 10 критериям и трем параметрам 10 четких понятных критериев по которым и вы сами сможете оценить планировку три параметра очень простые это своего рода три оценки за первую я ставлю двойку за первый параметр и назвал я его идеально второй параметр сойдет ставлю единичку и третий параметр отстой ставлю нолик нолик вот и все никак по-другому и так пользуясь этой таблицей вы сможете свою квартиру свой дом оценить с точки зрения качественной или некачественной планировки и вообще нужно вам ее делать или не нужно или может быть и так сойдет а для этого вы можете ее скачать в описании под этим видео по ссылке нажимайте и скачивайте эту таблицу когда вы ее скачаете прочитайте и изучите вы сможете что-то добавить еще потому что наверняка у вас есть какие-то свои индивидуальные особенности но может вы хотите боулинг или тир или бильярдную или что-то еще кинозал я же этого не знаю здесь 10 параметров которые отвечают за комфорт в вашей жизни потому что планировка это ни много ни мало сценарий нашей жизни и вот сейчас я посмотрю какой тут сценарий для вас приготовила квартал федерации поехали на 1 1 критерий это как расположены и помещения 1 прихожая 2 общая зона и 3 и 4 это спальня и здесь судя по этому параметру сделано вообще все идеально 1 у нас прихожая дальше мы попадаем в общее пространство из него попадаем в холл а это такой своего рода буфер через который направо спальня налево детская я считаю это вообще идеальный вариант потому что через звуковой буфер вообще частное пространство вместе с туалетами находится где-то за какой-то стеночкой с дверью и это на самом деле комфортно в общем здесь твердая двоечка ну в хорошем смысле 2 балла то есть это не оценка 2 это 2 балла это значит идеальная я прям ставлю с удовольствием эту двойку идем дальше это прихожая прихожая здесь написано четыре с половиной метра квадратных для четырех человек но знаете более менее почему более-менее потому что мы вычтем то пространство куда станет шкаф шкаф здесь в общем-то достает достаточно большой его хватит на всю семью я считаю из трех человек место останется не так много но она останется в принципе здесь втроем даже можно будет спокойно раздеваться пускай прихожая не очень большая но она есть в ней есть место для хранения одежды и она обособлена и на фоне тех квартир которые я уже разбирал кстати вот можете одну из них по ссылке посмотреть в сравнении какие бывают прихожие я поставлю пускай с натяжкой но идеально то есть оценку 2 пускай так потому что ну правда на фоне других это это почти идеально нету конечно гардероба но в принципе где в двухкомнатной квартире мы найдем место под гардероб идем дальше это кухня гостиная она здесь 23 с половиной метра квадратных это уже неплохо здесь есть кухонный гарнитур более менее нормального размера есть большой стол на 6 человек но в принципе можно и поменьше конечно поставить окей он есть а есть диван телевизор и в общем-то все логично расположено вопрос там захотите вы подвигать как-то еще но это пускай останется вопросом то есть это вы уже сможете самостоятельно возможно подвигать из минусов этой комнаты я вижу все-таки 23 метра это маловато то есть это неплохо но это маловато и второй минус это маленькое окно с балконной дверью еще через лоджию и кухня получается в самом дальнем краю который будет очень плохо освещен самом деле поэтому гостиной я ставлю единичку потому что здесь и наблюдается прям явно недостаток света а у кухни нету острова хотя она нормального более-менее размера ну вот это пожалуй основные мин не дать недочеты а так единичка сойдет идем дальше это родительская спальня мастер спальня ее называет напоминаю там должен быть гардероб ванная и спальное место здесь этого нет здесь есть просто комната со шкафом и все есть балкон можно ли здесь с помощью планировки получить мастер спальню можно но нужно делать перепланировку но в данном варианте этого нет поэтому я ставлю единичку только из-за того что здесь можно сделать планировку и получить мастер спальню поэтому я поставлю единичку детская территория но здесь огроменная комната 19 метров под детскую поэтому здесь все хорошо я здесь пожалуй поставлю единичку двойку не буду потому что все-таки детская территория это когда действительно какое-то свое место в котором есть и ванна и там место для водички место для игры место для сна все и все это скомпонована таким образом чтобы они что фактически чтобы это получалось такая некая квартира в квартире понимаете конечно вы мне скажете что да как где место то найти под это все дело знаете с помощью планировки можно много хороших полезных вещей сделать поэтому нужно включить голову и делать вот что я скажу поэтому но единичку ставлю смело хранение ну давайте смотреть первый вид гардероб для верхней одежды он есть 2 для личной одежды он есть а 3 постирочная вот этого нет куда ее поместить здесь не знаю надо думать наверное можно но сейчас ее нет кладовой нет и место для хранения в ванной нет потому что она маленькая 4 квадратных метра но 4 и 3 и плюс в ней стоит стиральная машина ну то есть это это вот будет вот такая вот 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 так вот так усенькая комната в которой как вот вообще что хранить непонятно как туда все влезет в общем с хранением беда и это один из самых важных вопросов потому что если вы его не продумаете к чему это приведет это приведет к тому что ваши вещи многочисленные будут валяться под кого по квартире стоять за шторкой одежда там на гвоздиках висеть гладилка будет стоять где-нибудь за дверью в общем это же ерунда правда и дизайна это не добавляет поэтому здесь вопрос хранения не продуман совершенно я ставлю ноль следующее это место личного уединения здесь я его не вижу но вижу возможность сделать его на балконе например но не знаю сделают это или не сделают вот когда сделают тогда и можно будет говорить но в принципе можно там сделать кабинетики а ванну вот не сделать никак но она слишком маленькая для этого хотя конечно сильно можно постараться и что-то придумать но 4 квадратных метра это не ванна это это коробка какая-то в как в которую залазим и мыться и простите в туалет сходить ну давайте единичку потому что все-таки есть балкончики куда можно запрыгнуть и закрыться еще и шторочки забинуть все я в домике ладно идем дальше ванная комната слушайте ну здесь ванная комната это вообще какой-то позор в каком-то фильме было это какой-то позор так не помню в каком какой-то позор 4 квадратных метра это не ванна это коробочка для помыться постираться и туалет сходить все что это такое то ванная должна быть отдельная достаточно просторная это полноценная комната полноправная которую мы строим для того чтобы ей пользоваться в полной мере и получать от этого удовольствие потому что единственная комната где мы закрываемся собственно говоря и можем поваляться в ванной и там что-то помедитировать чего вы тут помедитируете лежа в коробке я не понимаю в общем она мелкая сюда у вас добавится еще уборочный инвентарь его куда-то нужно брать убирать скорее всего наверно сюда если не придумаете что-то другого корзина для грязного белья здесь будет еще какой-то водонагревательный бак придумаете химия для постирочных всяких дел будет стоять представляете в общем полная фигня а самое главное эту ванну не увеличить куда за счет комнаты запрещено за счет санузла мы потеряем санузел за счет коридора нельзя потому что тогда мы не пройдем в спальню ноль господа вам за ванную комнату не думаете вы о нашем удобстве следующая звукоизоляция звукоизоляция здесь хорошая но не ту которую застройщик предлагает я не знаю а по расположению помещений в пространстве спальня отдельно детская отдельно зал отдельно единственное зал и гостиная гранича через стенку и не через капитальную а через перегородку которая звуки распространяет то есть частично здесь соблюден вот этот принцип звукоизоляции а частично нет поэтому я поставлю все-таки единичку ну не дотягивает до идеального естественно ну что поделать теперь тема коридоры но здесь их просто нет вот нет вот такое встречается представлять вот коридора нет это здорово это идеальный вариант я считаю поэтому ставлю цифру 2 и того эта квартира набирает четыре пять шесть семь восемь девять одиннадцать баллов набирает квартира это рекорд мне кажется я еще раз пересчитаю четыре пять шесть семь восемь девять одиннадцать одиннадцать ребята эта квартира победила бруснику жилой комплекс квартал федерации победила бруснику которая заявляет что они айфоны среди застройщиков вот жилы вот так кто это у нас квартал федерации не заявляет что они айфоны среди застройщиков но планировка у них лучше хотя по некоторым параметрам конечно полное говно ну ванна это же капец просто от освещенность гостиной так капец ну но тем не менее 11 баллов вот они как-то умудрились набрать друзья скачайте табличку которую я составил распечатайте и пройдитесь самостоятельно может у вас другие какие-то оценки появятся может вы еще чего обнаружите и мне расскажите напишите пожалуйста в комментариях что я упустил с чем вы не согласны короче мне не ваше интересно что еще сказать а подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали а кстати почему не сделали подписывайтесь давайте на канал то надо подписаться на самые лучшие справедливый честный канал по поводу планировок дизайна и вообще так что всем привет ставьте лайк жмите на колокольчик да прибудет с вами муза и и